Я ведущая проекта «Женщины вне возраста». Это 12-дневная программа «Здоровье». Вместе со своей командой мы постараемся ответить на два серьёзных вопроса. Отчего жизни одних освещается лучами здоровья, а жизнь других находится в тени болезней? Как каждая из нас может повлиять на продолжительность и качество жизни? Милые женщины, я рада приветствовать вас на очередном уроке и короткое вступление в тему. Знаете ли вы, что в переводе с латинского слово «овёс» означает «быть здоровым»? В Англии, которая неизменно связана с фразой «овсянка, сэр», овёс был привезён древними римлянами в качестве корма для лошадей. И только в XVI веке это стало продуктом питания для людей. Вы уже поняли, что наша тема сегодняшнего урока – это питание. И представит нам её эксперт, врач общей практики Наталья Назарова. Будьте внимательны, записываем свои вопросы и ключевые мысли этой темы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема будет о питании. Мы поговорим с вами о принципах правильного питания, здорового питания. Я думаю, что многие вопросы будут понятны для нас. Но есть такое известное выражение «есть, чтобы жить» или «жить, чтобы есть». Конечно, мы говорим о том, что еда нам нужна для того, чтобы мы могли качественно, полноценно жить и чувствовать себя хорошо, а не наоборот. Но если говорить о правильном питании, то оно должно соответствовать некоторым основным характеристикам. Оно должно быть полноценным, сбалансированным, оно должно быть разнообразным и вкусным. Конечно, об этом можно очень много и долго говорить, я только хочу остановиться на самых основных моментах. Если говорить о сбалансированности, полноценности, то, конечно, это в первую очередь подразумевается достаточное количество необходимых питательных веществ – белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов. И примерно вот эту сбалансированность можно изобразить в виде пирамиды питания или тарелки питания, то, что мы с вами сейчас можем увидеть на слайдах. Но если говорить уже более точно, то вот это количество, оно должно рассчитываться для каждого человека, может рассчитываться для каждого человека индивидуально. Но все-таки общие такие моменты мы можем увидеть на примере пирамиды питания. У нас есть основание пирамиды и несколько этажей. На первом этаже пирамиды находятся зерновые продукты, причем это должны быть цельнозерновые продукты, не очищенные, не рафинированные. То есть, например, не мука высшего сорта, не белый рис, а все-таки крупы и хлеб, в которых присутствуют цельные злаки. Дальше у нас следующий этаж – это овощи и фрукты. У нас должно быть достаточно много их. В каждый прием пищи у нас должны быть или овощи, или фрукты. И они должны быть у нас в достаточном количестве. Если позволяет здоровье, то они должны быть в термически необработанном виде. Если же у человека какие-то проблемы, или эти продукты мы просто не едим в сыром виде, тогда их возможно принимать в термически обработанном виде. Следующий этаж – это белковые продукты. Сюда входит очень большое разнообразие продуктов, начиная от растительных белковых продуктов, бобовых, например, и кончая с животными белковыми продуктами. В принципе, с животными продуктами, если кто-то их употребляет. То есть мясо, рыба, молочные продукты, яйца – все находится на этом таком этаже. И их должно быть, этих продуктов, по соотношению, не так много. На самом верху пирамиды находятся продукты, которых нам нужно еще меньше. То есть это могут быть орехи, семена. Но и на самой верхушке – это продукты, которых нам уже совсем немного. Например, масло, сахар, соль. То есть этих продуктов нам нужно совсем немного, чтобы мы не увлекались этим. На слайде вы можете увидеть то количество порций, которое рекомендуется человеку. Опять же, это усредненное количество. Но все-таки на это можно ориентироваться. Скажу просто два слова о том, что такое порция. Это среднее количество продукта, принятое за порцию. Это, например, полстакана вареных зерновых, то есть полстакана каши. Или, если мы говорим о бобовых, полстакана вареных бобовых. Если это овощи или фрукты, это один фрукт средний или один овощ. Если мы говорим о салатах, например, овощной салат – это примерно один стакан овощного салата. Ну вот примерно такие количества. Орехи или семена – это где-то четверть стакана, это будет одна порция. Если мы говорим о мясе или рыбе, то 50 грамм мяса или рыбы – это тоже будет одна порция. Молочные продукты, полстакана творога или один стакан молочного или кисломолочного продукта – это вот одна порция. А количество порций вы можете увидеть на слайде, то, которое рекомендуется. Вариантов вот таких пирамид бывает несколько. То есть есть пирамиды, в которые входят, например, животные продукты для людей, которые употребляют эти продукты. Есть варианты вегетарианских пирамид, но главное, чтобы мы могли понимать соотношение этих продуктов, этих групп продуктов между собой. Чтобы продукты, которые очень калорийные, богаты белком, богаты жирами, чтобы они не оказались внизу, наоборот, внизу должны быть продукты, которых должно быть много. Это овощи, это цельнозерновые, это основа нашего рациона. Все остальное должно быть в меньшем количестве. Еще вы можете увидеть тарелку питания. Это более современный вариант. Сегодня чаще всего говорят о тарелке питания, не о пирамиде, а именно о тарелке питания. Половину этой тарелки – это суточный рацион условно. Половину этой тарелки составляют овощи и фрукты всевозможные, свежие или термически обработанные. Вторую половину тарелки можно условно разделить еще напополам, как бы по четверти тарелки. Одна четверть – это цельнозерновые продукты, и еще одна четверть – это белковые продукты. Ну и если бы мы рядом с этой большой тарелкой поставили маленькое блюдечко, то на нем можно было бы поставить продукты, которые нам нужны совсем немного. То есть масла, соль, сахар. Следующий момент, о котором хочу сказать – это те продукты, на которые нам нужно обратить внимание, чтобы вообще в принципе ими не увлекаться. И чем меньше этих продуктов будет на нашем столе, тем лучше. Это относится к продуктам жирным, жареным в частности. Это относится к продуктам, которые богаты такими, знаете, переработанными жирами, трансжиры. Это гидрогенизированные растительные жиры, маргарины, рафинированные растительные масла. Вот это вот в этих продуктах очень много именно трансжиров, такая неполезная группа жиров. Кроме того, к неполезным продуктам относятся в принципе обработанные, рафинированные продукты. То есть они могут быть, их нельзя назвать вредными прямо уж так, но все-таки они свою пользу тоже теряют. Например, это рафинированные зерновые, там где снята оболочка у зерна, уже, к сожалению, оно теряет большую часть своей пользы. К неполезным продуктам относятся продукты, которые богаты различными пищевыми добавками. Там, где добавлены различные ароматизаторы, вкусовые добавки, консерванты и прочие-прочие вот такие вот вещества. Таких продуктов лучше избегать или минимально их употреблять. Для этого очень полезную привычку хорошо иметь – это читать этикетки, то есть смотреть, что мы с вами покупаем. Еще к этой группе продуктов относится сахар, это тоже весьма неполезный продукт, и такой классический фастфуд, где очень много, как правило, жира, очень много сахара, очень много вкусовых различных добавок, для того, чтобы мы больше могли этих продуктов употреблять. Собственно, это так и сделано. Следующий принцип тоже немаловажный – это соотношение, например, растительных продуктов и животных продуктов между собой. Если сравнивать две вот эти категории, то абсолютно здоровых продуктов, наверное, на сегодня очень сложно найти в нашем современном обществе с нашим уровнем сельского хозяйства, животноводства. Но все-таки в растительных продуктах вредных веществ содержится меньше, поэтому их должно быть больше на нашем столе, примерно 80% на нашем столе, в нашей тарелке должно быть растительных продуктов, животных абсолютно меньшинство должно быть, если вы их употребляете. Следующий принцип очень важный, то, что касается нашего питания – это хороший и правильный режим питания. То есть важно помнить, что сегодня мы можем услышать разные рекомендации от дробного питания до различных вариантов голодания. Но оптимальным и наиболее полезным все-таки сегодня диетологи, медики часто приходят к выводу, что является питание, при котором интервалы между едой составляют примерно 4-5 часов. То есть это примерно 3 раза в день. Примерно 3 раза в день. Между едой самое оптимальное – пить просто воду. Пить просто воду. И этого будет достаточно для того, чтобы наш организм мог нормально, желудочно-кишечный тракт наш, чтобы мог нормально пищу переварить, еще даже немножечко отдохнуть, восстановиться и приготовиться к следующему приему пищи. Следующий принцип, о котором нужно сказать в плане питания – это хорошее пережевывание еды. Вроде бы очень простая вещь, очень такая знакомая нам, наверное, с детства. Но на самом деле, чем лучше мы жуем, чем просто обращаем на это внимание, тем лучше идет переваривание пищи. Потому что оно начинается фактически с ротовой полости и дальше, ниже уже органам пищеварения, работать просто легче, если начинается переваривание еще в ротовой полости. Следующий момент – это очень важно не отвлекаться во время еды. Не отвлекаться. Ну, чаще всего это касается просмотра каких-то телепередач или, может быть, интернета, ну, что-то такого, на что мы просто отвлекаемся, переключаемся. И тогда человек может просто не замечать, сколько он съедает. Во-первых, количество может пострадать. Во-вторых, чем меньше мы, как бы, думаем о самой еде, то есть мы вообще где-то там отсутствуем во время приема пищи, тем хуже идет выделение пищеварительных соков. Поэтому это на самом деле очень важный принцип. Следующий момент, о котором хочу сказать, и такой желательный, и важный – это то, что прием пищи очень здорово используют для того, чтобы иметь совместное время общения. Вообще лучше за едой никуда не торопиться. То есть выделить спокойно это время, посидеть, пообщаться вместе с друзьями, вместе с семьей. Есть такой известный факт на сегодняшний день, что семьи, в которых существует такая традиция совместных обедов, может быть, или ужинов, то это более крепкие семьи, там более благополучные дети, более крепкие семейные связи. Поэтому не торопиться и в то же время общаться за едой – это очень полезная привычка. Что еще важно? Это чтобы, когда мы накрываем стол, чтобы была такая простая, но достаточно красивая сервировка. Не обязательно накрывать праздничный стол, но просто аккуратно накрыть стол, красиво. Это будет всегда приятно, и это будет не только приятно для глаз, но и полезно для желудка, потому что будет улучшать пищеварение. Ну и еще очень важный момент, о котором тоже нельзя не сказать – это еда должна быть вкусной. Бывает такое, что люди начинают менять свой рацион, стараясь сделать его более здоровым, но при этом питание может быть просто не очень вкусным, не вызывает аппетита. И в результате сами люди могут отказываться от таких блюд в дальнейшем. И своих гостей или своих членов семьи они могут в какой-то степени оттолкнуть от таких более здоровых блюд. В то время как немного фантазии или просто найти хороший рецепт, это будет достаточно, чтобы питание было и здоровым, и красивым, и полезным. Друзья, хочу задать вам вопрос. Посмотрите на вашу тарелку питания, как она выглядит, насколько она красиво выглядит, насколько много цветов на этой тарелке. Вы знаете, есть такой принцип, чем более цветная ваша тарелка питания, то есть когда на ней присутствуют продукты разного цвета, разного цвета фрукты, разного цвета овощи и другие продукты, тем больше питательных и полезных веществ мы получаем. Поэтому посмотрите на нее и сделайте для себя вывод, что чего-то может быть хватает, не хватает. И вопрос такой, насколько осознанный выбор вы делаете, когда вы идете в магазин, насколько вы выбираете, что вы покупаете, более полезные продукты или вы не обращаете на это внимания, читаете ли вы этикетки, что вы готовите, что вы планируете в своем рационе, в своем меню. Вот это простые вопросы, которые помогут уже сами по себе построить более здоровое питание, более здоровый рацион. Хочу пожелать вам, чтобы питание ваше было полноценным, чтобы оно было красивым, здоровым, чтобы вы сами получали пользу от вашей еды, ваши члены семьи и ваши друзья. Так что будьте здоровы и всего доброго! Большая признательность нашему доктору Наталье Назаровой. Замечательная информация. В большей части, конечно, известная нам, но, думаю, нечто новое мы для себя обязательно услышали. Вначале часто повторялось одно ключевое слово. И я сейчас хочу вам вручить предметы, которые как раз-таки оформляются в это слово по своей форме такой. Что это напоминает? Пирамидку. Пирамидку. Совершенно верно. Вот кто-то думает о конфетке, а кто-то думает о пирамидке. Да, помните всегда о пирамиде питания. Там, конечно, нечто другое содержание, но совершенно не пищевого такого характера. Но, тем не менее. Я объявляю наш очередной урок оконченным. Перемена. Спасибо. Лома-Линда. Маленький городок Калифорнии. Один из уголков на планете Земля, где люди доживают до 100 лет и более. Это одна из так называемых голубых зон. Элсерд Уэрхем. Доктор медицины университета Лома-Линды. Он известен всему миру не только своим долголетием, прожил 104 года, но и тем, что в числе других хирургов делал первые операции на открытом сердце. Он прекратил свою врачебную деятельность в 95 лет, хотя еще был полон сил, и коллеги уговаривали его остаться. На что доктор возразил. Я, конечно, еще могу работать, еще не теряя равновесие, и руки мои не дрожат, но тем не менее наступил тот период, когда мне больше времени нужно проводить с семьей. Элсерд Уэрхем до конца своих дней был очень активным. Водил машину, ухаживал за собственным газоном, много гулял. Его жизнь – это доказательство тому, что возраст счастью не помеха. Гибкость – это молодость. А все мы хотим оставаться молодыми, поэтому сегодня наше занятие будет посвящено растяжкам. Есть упражнение, его называют «Как выжимать белье». У нас называется, да, смотри. Вы должны каждый, то есть каждому своя нога, своя рука, каждый, да, 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 каждый пальчик продеваем в пальчик. И смотрите, здесь у нас идет передняя часть, то есть первые суставчики мы здесь придерживаем с этой стороны и начинаем. Я в одну сторону одной рукой, потом другой рукой, в другую сторону. И я прям начинаю выжимать свои ножки, прям очень-очень тщательно. Потом, несколько раз так поделав, я начинаю чуть подальше беру. Уже будет больше диапазон в стопе. И я прям то же самое, ого, прям прохрустелась. Ну, сейчас будет полегче. Это там очень, ну, там много суставов, много маленьких мышц, чтобы была вот такая стабильность, чтобы у нас была мобильность суставов. Ну, это очень хорошее упражнение. Так несколько раз поделайте, и вы почувствуете, что у вас две разные абсолютно ноги. Вот придите домой, попробуйте. Растяжка – это отдаление одного мышечного прицепа от другого. Все, поэтому вот наш прицеп. Пятка, колено. Показываю. Шаг вперед. Пятку мы не отрываем. Впереди мы начинаем делать приседания. Так, смотрите, ровненько стоим. Одна нога ровно, вторая нога ровно. И пошли. Сзади чувствуем. Смотрите, есть правила, определенные на растяжку. Во-первых, 30-40 секунд мы должны находиться в этой позиции. Спокойно дышать, никаких пульсирующих движений, никаких динамических. Раньше были, помните, вот это вот что-то очень известное. Это все рвет наши мышцы. Это вот такое неправильное. То есть, если мы зашли в этот диапазон, мы его просто углубляем. Сила гравитации нам поможет углубиться, зафиксироваться. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Ирина, почему согласились принять участие в этом проекте? Что-то новое, что-то очень интересное заинтересовала вообще тема. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о женской красоте. В книге мудрости Соломона есть такое утверждение. Женщина красивая, но безрассудная, что золотое кольцо в носу у свиньи. Как бы мы могли это прокомментировать? У меня обычно переосмысление происходит после того, когда я приезжаю домой, чемоданы сбрасываю и начинаю мыслить. То есть вы любите путешествовать, я так понимаю, распроизвущее слово чемодан. Да, это то, что помогает мне восстанавливать мое и духовное физическое состояние. Красота берет свое начало изнутри. Приятный нрав, благородный характер, пытливый ум и все это о женской красоте. Я болезненно переживаю какие-то взаимоотношения, какие-то потери. Мне тяжело с этого выходить. Поэтому мое не бегство, нет, но решение моих проблем – это путешествие. И все равно я вот этим я спасаюсь. Фаина Раневская иронизировала по поводу нашего стремления лишь к там, только к внешнему, к внешней красоте. Многие жалуются на свою внешность и никто на мозги. Поначалу своих детей я, наверное, очень хотела опекать от того, что меня не опекали. Но я поняла в какой-то момент, что этого делать не стоит. Я теряю контакт со своими детьми. И поэтому я отпустила. И мне нравится, что мои дети сами исправляют свои ошибки в методом того, что они ошибаются. Красота – это труд и постоянное саморазвитие, как и Шанель говорила. Возраст для женщины не самое главное. Можно быть восхитительной в 20 лет, можно быть очаровательной в 40 лет и оставаться неотразимой до конца жизни. А вы с виду очень хрупкий человек. Можете как-то ударить кулаком по столу, что-то потребовать, проявить какие-то лидерские качества? Как у вас в семье отношения выстраиваются? Ну, по столу однозначно нет. Но где-то могу подходить издалека, но достигая своих целей. Опять же таки, где-то я пытаюсь довести то, что я хочу. До определенного какого-то момента я говорю, нет, я не говорю. Я, наоборот, молчу. Но меня почему-то понимают, чего я хочу. Красота – это образ жизни и стиль мышления. Как только мы теряем интерес к жизни, интерес к тому, что нас окружает, мы перестаем мечтать, мы сразу теряем нашу красоту. И, наконец, красота – это чистота тела и мысли, ухоженность, вкус и наша манера одеваться. Чуть подробнее хотелось бы остановиться на нашем внешнем виде. Вам свойственно в чем-то сомневаться, может быть, искать виноватых? Если да, то кого вы чаще всего обвиняете в каких-то там неудачах или, может быть, ошибках? Кого-либо нет. Естественно, начинаешь копаться в себе. Что сделал неправильно я? Может, я что-то сделала не так? Но обвинять другого нет. Нет, мне это не свойственно. А само чувство вины, оно давляет над вами? Определенный период, да. Но потом, когда я начинаю разбираться в этом всем и понимаю, что моей вины как таковой здесь не было. И вот эту вину, груз, вот эту ответственность я не несу на себе. Но это только после того, когда я переосмыслила все действия. Можно носить недорогую одежду и при этом выглядеть достойно. Второе – отдавать предпочтение натуральным тканям. Девочки, скажите, нет, пожалуйста, инфантильным вещам. Это бабочкам, цветочкам, кошечкам, бусинкам и стразам. А старость, как бы, она такая неизбежная явление в жизни каждого из нас. Как бы вы предпочли, так скажем, вступить в этот период? Опять же таки, с чего мы начали, я вернусь к этому же. Я вижу свою старость только в путешествиях. И я не могу от себя это отвести вообще никак. Я по-другому себе не мыслю. Мне мало пространства, находясь вот на одной территории. Я задыхаюсь, мне нужен выход, мне нужно движение. Вообще моя жизнь, по сути, это движение. Я должна быть все время в движении, куда-то двигаться, что-то познавать новое. Я не могу без этого. Добрый день, дамы и господа. Мы приветствуем вас в ресторане «Лавандель» при гостевом доме «Гаст Хофф Грэнс». Сегодня мы будем готовить итальянское блюдо – баклажаны пармиджана. В этом мне будет помогать Ирина. Итак, приступаем. У нас есть основной продукт – это баклажаны. Надо его нарезать не совсем тонко, да, буквально полсантиметра. Смазать каждый баклажанчик маслом и посолить ароматным. Сверху и снизу вот так вот? Ну, можно с двух сторон, ничего страшного. Так, масло у нас ароматное называется. Почему? Потому что оно готовится на основе тимьяна и розмарина. Я еще сейчас сбрызну. Баклажан любит масло. Баклажан любит масло. Калорийность расскажите теперь. Меня такими вопросами закидываете, и я даже не знаю, что вам сказать. Итальянцы, когда готовят, они про калорийность не думают. Они думают про вкус. Ну, так как это блюдо овощное, то я не думаю, что оно очень калорийное. Это все перекроет масло. Да. В любом магазине продаются помидоры в собственном соку. Их нужно порезать большими кубиками. Предварительно мы начинаем с чего? Берем мелко рублен чеснок. Кубиком режем лук красный. Все это обжариваем на оливковом масле. Как только это все обжарилось до половины готовности, лук красным становится слегка прозрачным, мы добавляем сюда соус. Сами помидоры нарезаны в соусе в своем. Как только начинает слабенько закипать, мы добавляем соль, сахар и в конце самом рубленый базилик свежий. Еще парочку минут слабо покипело и отставляем в сторону. Соус наш готов. Значит, что мы делаем? Первый слой укладываем баклажаны. Есть нюанс. Последний слой мы трем туда только моцареллу. Пармезан мы добавляем только на горе. Нет. Пармезан мы добавляем только в готовое блюдо сверху, чтобы он аккуратненько растаял. Сегодня мы вам приготовили итальянское блюдо баклажана пармезана. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Представьте яблоко. Представили? Наверняка не только форму и цвет этого яблока, но даже жизненные ситуации. Как это происходит за наносекунды? Включается воображение и ассоциации. Что мешает нашему воображению? Мобильные устройства? Телевизор? Жизнь заточения в четырех стенах? А что наоборот развивает это воображение? Путешествия, прогулки, художественные галереи, концертные залы, чтение книг и ведение дневника. Все это замечательная профилактика любых возрастных заболеваний. Но больше всего – деменция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok